Ребят, всем привет! С вами я Диана и Капа. Ребят, мы только что пришли домой, мы ехали только что в Петро одни, то есть мы были одни во всем полу. Совсем одни. И, ребят, там был вот этот вот портфель, мы до сих пор не знаем чею, он был, то есть без хозяина, и Капа его решила забрать домой. Да, Диана, посмотреть, что в нем, найти хозяина, отдать. Да, ребят, мы решили его все-таки забрать, потому что, мало ли, кто-то из вас хозяин этого рюкзака. Но, на самом деле, мы немножко боимся его открывать, потому что мало ли, что там может лежать. Но мы все-таки его должны открыть и посмотреть, что же там находится. Диана, я надеюсь, там ничего плохого не будет. Это что-то с больбом какого-то от ребенка. Мне тоже, так кажется. Ребенка какой-то оставил. Ладно, Капа, давай, что вы тут в дверях? Идемте, ребят, с нами. Так, ребят, сейчас мы с Капой будем открывать рюкзак. Но, мне кажется, Кап, перед тем, как мы его откроем, нужно прощупать его, потому что, мало ли, там что-то странное может быть. Диана, давай уже откроем. Так, сейчас. Ребят, ну пока что я ничего такого большого не чувствую, так как что-то такое маленькое от дне рюкзака лежит. Что-то такое квадратное. Слышишь что-то? Я ничего не слышу. Диана, там ничего страшного такого нету. Это забыл какой-то ребенок. Ну, возможно, и ребенок, потому что рюкзак довольно-таки девчачий и детский. Кстати, ребят, вы сейчас внимательно очень смотрите, что будет внутри рюкзака, потому что, мало ли, это именно ваш рюкзак, либо этот рюкзак ваших знакомых. Поэтому вы внимательно очень смотрите. Ладно, ну что, будем открывать. Давайте, вот. Мне на самом деле страшно открывать. Так, ладно, ребят, сейчас я что-то выключу. О, ребят, знаете что? Это книжка со школы, с всемирной историей, седьмой класс. Так, я тоже сейчас в седьмом классе, значит, этот ребенок мой одногодка. Я даже не нравилась, что это ребенок оставил. Вот, ребят, видите, всемирная история, седьмой класс. О, как, у меня есть идея. Ребята, давайте посмотрим на последнюю и на первую страничку этой книжки. Может, там написано имя? Так, Диан, смотри внимательно. Нет, здесь какие-то... Так, Диан, я читаю плохо. Ты... Нет, ребят, здесь ничего нет. Давайте посмотрим на первую страничку. Сейчас. Вот, здесь тоже какие-то цифры. Вот и она, вот эта фонфамилия написана. Кап, а это все не то. В общем, ребят, книжка абсолютно чистая, как будто прям новая. Ничего здесь такого нету. Ладно. Ну что, Кап, давай, вытаскивай. А мне интересно. Вытаскивай. Нет, я на самом-то деле удивилась, что этот ребенок, который потерял портрет Петро... О, Диан, смотри. О, ребят, соломка. Да, соломка, значит, я знаю. Наверное, этот ребенок, он ехал домой в метро со школы и забыл свой портфель. Наверное, это обычная соломка. Да, точно, со школы. Кстати, я такую в школу тоже иногда беру. Там, если проголодался, покушать. Да, обычная соломка. Ладно, что там еще есть? Я же говорила, ничего страшного там не будет. Ты говорила, не надо брать, не надо. О, Кап, смотри, наш любимый киндер-де-лис. Киндеры. Это девочка тоже или мальчик любит киндеры? Ребят, мне кажется, что этот ребенок, который потерял этот портфель, очень сладкоежка. Потому что здесь уже и киндер-де-лис. Да, в Капу пошел. Я тоже люблю. Очень киндеры. Всегда себе ложу сумку. Давай, вытаскивай. Вытаскивай. Да, Капа очень любит киндеры, ребят. А вы любите, пишите в комментариях. Так, вы также смотрите, вот сейчас Капа будет вытаскивать. О, Диана, это... Кап, это... Салфетки. Да, ребят, это салфетки. Вот, я видела, у тебя такие же самые. Влажные салфетки, да, я тоже такими пользуюсь. Это соски какие-то, бутылочки. В общем, вот такие вот влажные, обычные салфетки. Ладно, давайте дальше. О, что-то длинное. О, ребята, это зарядка от телефона. Ух ты. Так, вот у девочки или мальчика даже зарядка телефона есть. Да, да. Так, а ну-ка, втаскивай, что там еще есть? И вот тут, вот карман еще какой-то. Так. Брелок какой-то. Розовый. Брелышка. А, Диана, так это ключи. Ребят, так это ключи. Боже, бедная девочка или мальчик. Это и домой не попадет. Вот это да, бедная. Но мне кажется, это девочка, потому что, посмотрите, какой брелок. Розовый, единорожка. Девочки такое любят, поэтому мне кажется, что это все-таки девочка, а не мальчик. Поэтому будем говорить, что пусть она любит. Диана, может, и мальчик, может, тоже любит розовый цвет, но, скорее всего, девочка. Да нет, мне кажется, все-таки это девочка. Стоп, если она потеряла свой портфель, Уже лень, когда она сидит возле подъезда где-то, на скамеечке. Да, то есть у нее нет ключей от дома, у нее нет зарядки для телефона. Бедная. И киндеров нет, и соломку забыла. Ладно, давайте посмотрим, что там еще есть. О, блеск для губ. Я же говорила, это девочка, ребят, я вот на сто процентов была уверена, что это девочка. Это обычный блеск для губ. Ну, понятно, в общем, девочка ухаживает за собой. Давай. Ухаживает, губы еще красит. Интересно, сколько еще лет? Ну, у нас это седьмой класс. Седьмой класс, тринадцать, четырнадцать лет, как у меня. О, Диана, смотри, чипа-чупс. Как, я не думаю, что это чупа-чупс, ребят. На палочке. А, вот, она, получается, открывается? Сейчас, я попробую. Это девочка или мальчик еще любит чупа-чупс? Да нет, это не чупа-чупс, Кап. Так, Диана, обязательно найти и отдать. А, ребят, это такой лизун. А ну-ка, подержи. Лизун? Вот, да, это обычный вот такой вот лизун. Ой, удается. Ладно, надо его брать. Так, Диана, в коробочку это чешуя троечку нельзя. Да, да, это чешуя не будем. Ты взяла и испортила, подожди, на место как-то. Кап, ну что ты делаешь? Давай, Ана. Дай. Так, ладно, лизун. Что там еще? Ой, Диана, это что? Видишь, это воздухо? А, ребят, я поняла. Это получается... Ой, я тогда в машинах видела такое, когда ехала. Кап, нет, ребят, это получается такая штучка, как бутылка, но это не бутылка. В общем, сюда воду наливаешь и пьешь. Ну да, тут тоже, кстати, есть вода. Прикольно. Это девочка или мальчик, наверное, спортсмен. Может быть. Так, ладно, что тут еще есть? Так. А, ребят, здесь же еще есть эти карманы. Анастасия, тут много карманов. Вы и это. Давай, давай вот с этих начнем. Так, что у нас здесь? Ух ты, ручка. Да, ребят, все-таки эта девочка, она со школы ехала в метро и забыла свой портфель. Потому что вот ручка, кстати, тоже съеденная рожка. Я же говорила, что это девочка. Кап, а ты говорила, мальчик? Нет. Я не говорила, что мальчик, это мальчик или девочка. Так, ладно, вытаскивай, там что-то еще есть. Телефон. Кап, это не телефон. Где, нации телефона, смотри. Сейчас я открою. Это вот этот слайдер. Нет, я, кажется, я поняла. А, ребят, это пауэрбанк. Это портативная зарядка для телефона. Диана, а что это такое? Пауэрбанк. Кап, ну, в общем, это такая штучка, которая заряжается от твой телефона. Вот даже если ты едешь в метро, ты можешь просто втыкнуть эту штуку в свой телефон, и он будет заряжаться. Ну, все очень удобно. В общем, ребят, вы видите, сколько мы уже с капы достали из этого ручка вещей. Но пока что эти вещи нам вообще ни о чем не говорят. То есть мы до сих пор не знаем, что это вообще за ребенок. И то есть, ну, то есть... Мальчик или девочку. Да, девочка, это капа. Мы уже это поняли. Вы поняли, что это девочка. В общем, ребят, мы до сих пор не знаем, как нам вернуть этот рюкзак. То есть его, в общем... Хозяину. Да, хозяину, владельцу. Поэтому, ребят, обязательно всматривайтесь. Может быть, этот рюкзак, вот, посмотрите, там, ваши одноклассницы. Может быть, сестры. Может быть, не знаю, в общем, может, под соседей. Да, обязательно всматривайтесь. Вот вещи тут лежат. Да, ребят, тут он такой большой, тут еще с двумя. Ой, Диана, а может, он тут где-то подписанный внутри? Я всегда так с руку с ним подписываю. И что сейчас не подписывать? Ладно, давайте я вот достаю. Ой, а что это? Нет. Ух тышка. Ребят, посмотрите, это какая-то штучка в виде бутылки. Ну, я не знаю, что это. Там какое-то типа желе. Но мне кажется, это несъедобное. Тут все на японском написано. Вот. Ну, или на китайском. На китайском. Ну, в общем, не знаю, что это. Диана, ты думаешь, что ребенок с Китая приехал сюда? Как? Нет, ну просто, возможно, это игрушка такая. Но я такого больше не видела. Так, тут еще один. Ух ты. Это же кошелек. А, как? Нет, это не кошелек. Это, получается, ребят, чехол. Вот, видите ли, эта штучка? Вот эта штучка, это, получается, кабель от пауэрбанка. То есть, он заряжается с помощью этого кабеля. Боже, такая девочка маленькая, столько у него функций. И та зарядка, и та зарядка. Кошмар. И сидит эта беденькая теперь. Так, я надеюсь, что с ней все хорошо, и она как-то попадет домой. Так, давайте посмотрим, что тут есть еще, что-то нет. О, ребят, тут еще деньги. Ничего себе. Это, получается, девочка, у нее нет сейчас ни ключей, ни денег, ни зарядки, ни пауэрбанка, ничего. Ой, Диана, если ты еще деньги дала, и мама что домой купить, то ей сейчас, наверное, очень плохо. Кап, да что ты такое говоришь? Смотри, она потеряла свой рюкзак, в котором были все необходимые вещи. Ключи, зарядки, все остальное. Деньги, в конце концов. Самое главное, чтобы она сейчас дома уже была. Я надеюсь, она дома. Так, я пока что-то ничего не вижу. Диана, там посмотри. Ребята, телефон, все как есть. Ребят, сейчас мы, 100% там есть номер папы, либо мамы. В общем, мы сейчас позвоним ее маме и скажем, что ее дочка потеряла свой рюкзак, и мы можем ей его возвратить. Все как, отлично. Давай, звони, Диана. Ну, ты звонишь? Ага, Кап, позвоним. Диана, попробуй, 4 единицы, 4 ноля. Ребят, здесь пароль. Я не буду ничего вводить. Кап, мы можем заблокировать этот телефон. Понимаешь? В общем, у меня есть идея. Мы поставим этот телефон на зарядку, и, возможно, хозяйка этого портфеля просто позвонит на свой номер. Мы возьмем другую, скажем, что мы нашли ее портфель. И все, и она его соберет. Кстати, ребят, обязательно напишите, может быть, это все-таки ваша знакомая потеряла. Ну, или вы. Так, ладно, может, тут еще что-то есть? О, Кап, я что-то нашла. Диана, доставай. Ребята, знаете, что я нашла? Вы не поверите. Просто посмотрите сами. Ребят, это моя фотография. Моя. Значит, это девочка. Не просто там какая-то девочка, которая потеряла свой рюкзак. Это моя подписчица, которая носит мою фотографию в рамке у себя в портфеле. Мне, конечно, безумно приятно. Точно, Капа, это знак. Ребят, значит, раз это моя подписчица, она 100% посмотрит это видео, и она позвонит на свой телефон, то есть и она заберет свой рюкзак. Все, отлично. И вот так. Вот классно. Конечно, мне безумно приятно. Девочка, если ты смотришь это видео, то обязательно звони сейчас на свой телефон, и мы с тобой разберемся, куда подъехать. Мы с Капой вернем тебе твой рюкзак. Так, ну а пока мы это все сложить на место, как-то мы... Я же так счастлива, что все-таки эта девочка, если наша своя подключится, она посмотрит это видео, она позволит, или мы не переберемся. Давай, так. Так, нет, 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 это что-то. Ребята, вы в шоке. Я даже не думала. Нет, мне, конечно, очень приятно. Так, включи. Да, нет. Эта девочка, она сделала очень хорошо, знает. И она вернется в себе. Да, реально. Значит, это очень преданная фанатка, которая носит мою фотографию у себя в портфеле. Я, если честно, в большом даже шоке. Обязательно пишите в комментариях, в шоке или нет. Так, сейчас мы с нами все поскладываем назад, и будем ждать звона на ее телефон. Да, я сначала позвоню, что телефонная зарядка поставим. Да. Все, зарядку мы откладываем. Все, аккуратненько сложи. Кстати, ребят, когда Капа увидела этот портфель, она говорит сразу, Диада, давай его заберем домой, посмотрим, что там. Я была против. Но, ребят, это просто какое-то чудо. Все-таки мы забрали этот портфель домой, мы посмотрели, что там. Вы тоже вместе с нами видели, что там находится. И, ребят, это портфель не просто какой-то девочки, которая потеряла свой портфель. Это наша подписчица. А это значит, что она 100% с нами свяжется, и мы вернем ее рюкзак. И на это видео смотрят, Диан. Я тебе говорила, Диан, давай возьмем эту рюкзин. Вот я очень рада, что я. Ребят, в самом деле, когда нельзя брать чужие вещи брошенные, неважно, это рюкзак, это какой-то там портфель или суп, в общем, неважно. Но брать вообще их нежелательно домой, потому что там может находиться, ну, что-то опасное, возможно даже. Поэтому, ребят, кстати, напишите в комментариях, вы когда-то находили чужие вещи, потом брали домой, и находили ли вы хозяев этих вещей. Обязательно напишите в комментариях. Ребят, ну, с вами была я, Диана Капа. Мы сейчас поставим телефон на зарядку и будем ждать звонка. Диана, видишь, тут ничего страшного такого не было в рюкзаке. Хотя, как бы, это хороший знак, боялась, ну, это хороший знак, что мы его взяли. Теперь-то девочка посмотрит наше видео, позволь нам, и мы его вернем. Да, ребят, кстати, я могу вам, я, да, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. В инстаграме я вам скажу, девочка это собралась на портфель, либо же нет. Но мне кажется, она 100% нам позвонит на свой телефон и заберет свой портфель. Ну, с вами была я, Диана Капа и друзья, друзья, всем пока, подписывайтесь на канал, и, друзья, всем пока, подписывайтесь на канал, и, друзья, всем пока, подписывайтесь на канал.